Пишет его, можно будет сдавать. А мне долго сидеть? А мне долго? Что? Нет, а долго ждать? Чего? Позвонили в комиссию коммунизации. Комиссия 12 часов была у нас? Я пришел, по 12. Нет, какого-то тут. А вы обозначили, что вы есть? Он у нас не был, мы выходили, вас не было. Спрашиваем, нет, мы спрашиваем. Я выходила, спрашивала, всех приняли? Вызывали, вызывали, мы сам. Мы не вызывали, мы выходили, спрашивали. Кто-то есть еще микроорганизм? 13 часов, конечно, да. Мы должны были обозначить. Я не наставлю мне врача. А кто вас наставил? Я обращался в Синцентр здравоохранения, я подгородил в область, по вопросу от каждого медицинского обслуживания. Не было, у вас не было. Ложь, наглая ложь. Что значит ложь, наглая? В прямом смысле этого слова. Вы пройдите, дверь закройте. А почему? Что мы боимся? А почему мы боимся? Мы, почему мы боимся? Мы дверь разговариваем. Так, Наташа, и дверь по себе. Что слышится? Так, давайте вопрос ваш какой-то. Я обращался. Врачу, врачу, врачу. Так, не скажу. Да. Врачу не сомневается, или врачу не сомневается. Или врачу не сомневается. Я не могу, как раздет. Ну тогда в этом в гардеробе. В гардеробе варуют. И ваш об этом вообще-то на письме сидит. Что за ценные вещи, а не в кардеробане, соответственно, не несет никакого. Цены какие у вас? В карманах, которые... Ну а вы не можете войти сюда в одежде? Мы вот раздеты сидим. Мы в куртках сидим, в шапках. В верхней одежде тоже находится. В верхней одежде? В какой? Что? Ладно. Так, давайте вопрос какой у вас? Я хотел... Да, даю секундочку. Присядьте. Слушаю ваш вопрос. Я хотел пройти... Сдать анализ на... Какого вам? Степелокоп, как он по правильному... Нет, на золотистый степелокоп. С какой целью? Для себя, лично. Нет, ну... Ну и у меня на работе... Нет, у нас нет. По показаниям у нас анализы проводятся. По назначению лечащего врача по показаниям. Или же за личный счет медосмотр. На работе. Во-первых, врач не может определить, есть ли эти бактерии в городе человека или нет. На глазах. Он может определить клинику, если он вам пишет искривление с собой перегородки. Ну и что? Нет, ну... Это что, причина отказа, что ли? Да, это причина отказа. То есть, если мне ломали нос, то я больше никогда в жизни не могу этот медосмотр пройти. Какой медосмотр? На стихолокоп. На стихолокоп. Можете пройти. Если у вас там гнойные выделения из носа будут, напишут, что у вас пансинусит или гайморит, это показания, но не у всех. Не у всех. Если там гнойные только выделения и лечение не поддается, тогда мы направляем на этот мазок. Данное заболевание можно обнаружить только взяв мазок. Это носительство или еще что-то? На глаз, на глаз. Но определить, пока еще не научились. Даже врачи... Желание пациента обследоваться на это не является показанием для направления. То есть, это называется отказ в получении медицинской помощи. Нет, это не медицинская помощь. А что это положение? У вас нет подозрений на носительство или... Опять-таки, это определяли не на комиссии, не после получения анализа, а на глазок примерно. Да вроде у тебя нормально. Иди, дорогая служба. Нет, подождите. У вас вообще написано. Где обследование? Где обследование? Где обследование? Вас посмотри, нет. А это обследование проводится только по медицинским показаниям. Так, вам нужен ответ официальный? Да, мне нужен официальный ответ. Почему? Мне отказают в получении медицинской помощи. Даже платно. Я был готов вас заплатить. Хорошо, давайте. Ладно, это не мы проводим. Проводит Роспотребнадзор. Санэпидемстанция. Мне объяснили. Я обращался в пятницу. Но это вопрос понимания. Что сказали только по направлению врача. Врач такое направление не дала в числе. Пожалуйста, все вопросы к санэпидемстанцеру. Мы направление пишем только если показано это исследование. Только если вам кажется. Если показано это исследование. Где это исследование показано? При заболевании. Как оно было определено? Если у вас гнойный гейморин. У меня нет гнойного гейморина. Значит не показано. Зачем тогда мазок берется и во рту, а не в носку. А потому что стафилококк… Ну бывают еще и ангины, которые не лечат. У вас как ловко, здорово. Бывает. На глазах поделим. И не надо на глазах. Мне нужно прийти вот этот вот анализ. Пожалуйста, проходите на платной основе. Я согласен. Прошу. Дайте направление на платную основу. На платную основу мы не даем. Это исследование проводит не наша организация. Какая организация проводит на платную основе? СЭС. СЭС делает это только после направления врача. Я вообще проблем-то не вижу абсолютно никакой. Если вы проходите медосмотр, вы подходите в кабинет, где вам пишут анализ на медосмотр, вы с этой бумажкой в СЭС идете. Я лично просто хочу для себя, для успокоения своих нервов, что у меня нет вот этого стафилокока. Почему мне в этом случае, как гражданину, которому вообще-то помню, обязательно... Потому что это не входит в программу госгарантии. Медосмотр. Это входит в работу врача. Врач работает в государственной больнице. Я, к лучшему, обладаю гражданством Российской Федерации. Программа госгарантии, периодическая медосмотр. Прошу сделать мне этот анализ. Я не вижу тут причины. Я не вижу причины, на основании чего нам страховая компания оплатит ваше назначение вашего аналога. Я готов за нее вам эту сумму выплатить. Какую за нее сумму? Сколько это стоит этот анализ? Мы не делаем, понимаете еще раз. Это анализ делают Роспотребнадзор. Направляйте туда. Пожалуйста, вы можете иметь полный право к ним обратиться с таким же вопросом. Почему вам там не делали? Они мне объяснили так только после направления врача. По медицинским показаниям у вас такое изделие вам не показано. Исследование шло на глазок. Ну у нас пока врачи смотрят еще и глазами. А может я тоже устроюсь с врачом, хирургом и буду на глазок определять? Принесите диплом и сертификат. Пожалуйста. Это не лечение, это обследование. Ну обследование. Ваш адрес не изменился? В талоне, кстати, адрес неправильно указан. Может поэтому я на письменное заявление 14 декабря еще никак не получил ответ. Письменное заявление вы там писали свои реквизиты? Да. Копия, ответы, кстати, тоже отказались. Ну это вопрос не понятно. Ну понятно, понятно. Так, место работы у вас какое? Сейчас никакого. Так, вам диагноз можно вписать в заключение врачебной комиссии? Или не вписывать? Или по состоянию здоровья? А что пишется вообще не понятно? Вам пишу ответ. Правку вы просили. Я вам пишу официально ответ в заключение врачебной комиссии. Ну вот пишите. Раз был, значит, какой-то медосмотр проводился, кстати, полностью хороший там, вот так напишите. А я протестую потом. Вам говорят, вам диагноз не писать. Нет, вы медосмотр пришли на медосмотр врачу или на что вы пришли? Я сам по себе пришел, объяснил ситуацию, какую попал. Сказал, что мне вот надо вот это анализ. На работу вам надо такой анализ. Вы такой сказали. На работе, да, да. Вы сказали, что вам нужно на работу. А вы говорили, что вы не в курсе этой истории. Нет, как не в курсе, я вот вашу карточку специально оставила. А там написано, что я вот на работу с меня требовал, да, и прочее. Написано, да, медосмотр. Вот там написано. А я не медосмотр проходил. А сам по себе пришел. Видите? Лор, медосмотр, жалко. Нет, ну вы сказали, что вы... Опять, медосмотр. Медосмотр идет, привет, явление направление сработает. Но оно было предоставлено? Не было. Значит, в карточку внесена неверная информация по моему здоровью. Может быть. Может быть. А вы сами это подтвердили? Нет, ну сейчас Лора придет, я спросила его. Она мне все объяснила, Лора. Ну, я все ее спросила. Когда ваше поступило обращение в министерство. Лора врач. Почему не взял Иван Зокнастый колокол? Я пошла, уточнила, взяла карточку. Как это было у вас написано. Мне объяснили со слов Лора врача. То, что вы пришли и сказали, что вы устраиваетесь на работу. Или работаете, правильно? Я устраиваюсь на работу. Устраиваетесь на работу. И с вас потребовали, да? И потребовали, да? Мазок. Советовали. Ну, советовали. Ну, попросили. Извините, я уж не знаю, как вы там говорите. Нет, если вы потребовали, то это официально был вопрос. Ну, попросили сделать мазок на стафилокол. Да. Ну, и вы обратились по этому поводу. Я обратился по месту жительства вообще-то. В больницу. Да. И мне отказали. В связи с чем, я обратился по рекомендации врача в санпидемстанцию. В санпидемстанции отказали, точнее, направление врача. Я обратился к главе больницы. Он тоже объяснился с занятостью, невозможностью доступа и вымечался на собрание администрации. В связи с чем, я просто вынужден был обратился к высшестоящему станцию. В нашей помощи отказываться не оказывается. Это не помощь. Это медосмотр. Медосмотр отказываются проводить. Медосмотр на платной основе проходят. Хорошо, я согласен был заплатить. Сколько скажите, я заплачу. Ладно. Раз так у вас поставлено. Только на платную основу. Эксперим – это у нас толстый, что у нас можно сделать. И у вас поставление, если нет подработать, в частности. Мы вам давали. Мы водой здесь бредной основе с участницей, как вот которые вы intuitively сходите. Давайте в жизни им. А мы размотрим. Мы вам напишем в направлении, в этом направлении будет платную основу. А у вас права. Это у нас нет. Вот это у нас. Этот дешевый. в в в в в в в четверг походу в в в по поведению для ума не посоветовали пройти этот анализ по методам я не могу я не могу я не могу я не могу по моему я не могу салфеткой пункта обеда понимают предназначение он был в этом начальство послал нет 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 пока нет у нас что он прибавляет ул нет я устраиваю на работу я устраиваю на работу и меня попросили пройти анализ на прокуратуре предварительно вы не сказали что сделает не узкой больницы а только там кто это просит на следующий день я пришел на станции не объяснили что ничего такого никогда не слышали не видели не знаю никаких платных и столько могут этому помочь при предъявлении направления речащего врача я пришел тем не менее я пришла со своим сыном он проходил мне тоже так же мне досмотр пришла и нам взяли мосток из дела и носок на платный осмотр точно так же я вот сказал что не может быть такого направления из медицинского ну вот у меня направление не может быть я обращался к урачу к генеральному я могу для тебя я могу лично не думала проявление этого это там как нет пока вы показали к этому не 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 а человеку это мы не не направления на работу ну пока требует будет свидетель нет нет требует угрожают связь друг на даже дверь закрыть войти и вот проявления а вот так они не хотят для того чтобы не было сидеть по разговору дверь но вот так нам не так нет ответы в области нам он 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 мужчины пожалуй это будет так нормально нормально вовсе в 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 это было по поводу работа не работа так как когда я не прошу работу в плане нет мы говорили что вы так и не говорили программная как мы говорили в этом году в ходе предприятия не попал это просьба на веке в руках это просьба в год может как и полный так и не будет мы не будем смотреть молодого человека так и не попросили на этот год никакой приказ обязанности в правом ходе у него в рамках в принципе в рамках в в в в м в в в в в в в нет а почему бы не было на право отдасты в пунктах все это может быть было в этом году у него там в мае в мае у меня не было право такие в салоне битву в салоне так что в этом направлении на на в в в в я не могу но вообще могу без белого я не знаю но у нас тут расход ну вот пишет без дела и носа надпись куб а а но так как но он для так как не у меня итак в ходу я не знаю как это управляет это неправда потому что вот этого направления его вообще не существует когда мы вам мы сейчас напишем, что показания есть и не для следования. Вы сейчас возьмете себе все. А как оно, может быть, у него не может быть, вот этого, там, засмотра? Мы не знаем, есть ли у вас там цепилаков или нет. Но медицинских показаний для того, чтобы вас направить медицинских, то есть вы нуждались лечения от этого цепилаков. У нас сейчас, на данный момент, на момент рассмотра. Вот Ирина, ларинголога нет. Это не только, что говорит, что это возможно на частном основе, если я буду отзываться, заплатить. Хочу я обследоваться на все исследования, не могу. Я заплачу в частной клинике, я обследую. Если программа «Год гарантии» исследований, после больницы, может это сделать управление на плату, там, просит, просит. Сейчас я уточню на плату основу, мы можем выписывать или нет. Вы пишете это появление, я сейчас уточню. Медосмотр. Медосмотр куда вам надо? Может вы на оперативное решение, может вы еще что-то там хотите сделать. Если на операцию, и вас потребовало, например, на оптимацию, то есть правильники, чтобы 壓дов, ни разницы, ни разницы, ни разницы, ни разницы, на территории правильников, ни разницы, ни разницы, ни разницы. Нап Scorpio Медосмотр. Медосмотр. так что он ходит на педагогу по поводу в этом году по поводу я увидела я увидела мне не надо морозу аварии это но вот это что подобрали в этом году это не под запретом это не под запретом я не вижу я не вижу показаний нет по моим желаниям по моим просьбам нет медицинских показаний ну пока какие не были приведены никакие нет решено было нет, УЗИ вам с какой цель надо? ну вы сами это надо вы скописляли везде понимаете осмотр вас осмотрел ларинголог запись сделал если вас будет нарушение мусородых дыханий если вы соберетесь на пират то вам есть какие-то документы оформят а зачем зациклококк не надо общий анализ крови общий анализ мочи там экоэгэ флорография исследование придаточных пазов носа то что требует лор врачи все маски может это сделать или нет мы пока на в порядке в порядке в порядке мы не делаем вообще я имею в виду в порядке в порядке понимаете еще раз если мы делаем все сказали в порядке вот это я не могу но это не я не могу но это тоже дело на протоколе начальнику вы видите что не было и в любом это было это было у меня есть в этом году я не уважаю а у вас кто то он был а значит вы меня не уважают варима и вольт воровали оборудов у меня там фамилия нет нет я могу по этому поводу аграрты предыдущих я надеюсь как правило млн управлением вовремя я думаю я не знаю чего не надо у вас нет показаний у вас есть показания у вас есть показания? нет показания для обследования я хочу просто а почему так вы лечили? но у вас как-либо что-то беспокоит ничего у вас вообще не такие проблемы ну хотя бы как-либо что-либо почему именно вы решаете? врач решает ну во-первых это решает нюро а человек который обращает врачи нет, сам человек не может согласно к институту и Российской Федерации каждый раз сам определяет какому врачу или как зачем попросить да я обратил врач но врач решает какие значения какие исследования вы будете прополить не кациенту решает врач и соответственно решение врача давно как-то фиксируется врача я не буду как ну в в в в в нет нет пока не на этом но в основании основном оборудование на год я не могу понять что я например аккреда правильный план на палатку уличным предприятия так как правило я не могу понять я не могу понять что отказа и для того как право досмотрим я хочу этот анализ все равно был проведен так вот вам ответ на ваш вопрос управление выдается или работодателем или лечащим врачом при показании показаний у вас нету вот напишите пожалуйста вы ответ получили сейчас поставим глава главный врач заявлением познакомлены не будут хорошо я написал на имя главного врача он главный врач потом оно отдаст на решение врачебной комиссии и врачебной комиссии вам дают решение главного врачебной комиссии через секретарей секретарей да заявление должно быть зафиксировано оно фиксируется у секретарей у секретарей вы отдавали секретарей нету но они сейчас зафиксируют главный врач главный врач главный врач главный врач распределяет все заявления тому кому надо он в данном случае врачебной комиссии и врачебной комиссии уже подписывается он распределяет заявление он сам не решает данный момент 4 декабря не могу утром но он в 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 вопрос автор а в отп MorIZ корр в пары в в у меня у нас все рабочие в ней дают чтобы не быть главным правильным рабочим не дают все рабочие в ней выполнены хотя основные группы поработали приятный работал в Венеции это меня правда в ней даже чтобы не поработали в Венеции нет от этого не дают ну на 4 дня вы завершали немножко моему я ведь не видела эти бумаги у вас когда они там были подписаны распределены 9 после партнера на кабинет что ли вы мне не писали мало с этим заявлением она будет так как я отказался подобрать мне копию его но до 4 декабря я просил и ответы могут выходить хотя бы дать копию м в это м в п это не попал в я не решал я не у нам нам это у недавно не получает это решение по поводу но как он на полном правах угроза как умер в этом году но ответа помощи в этом году я его я не получил сегодня мы не будем делать это понятие новом четверг 2 выходных банкинг по поводу после чего да в районе раздражительного правительства оригинал а не только это в моем виде на мая главная главная больнина однако я не знаю на регионах как у меня до сих пор я не получил никакого отчетов и вот я не знаю выявил официальный титут виталия подвесного пирта на 5 поход не только когда будет приемлемо в районе поляки на это я сказал в руках этот ответ да да но и я не могу я не могу я не могу я не знаю что я вам обещала юрист отопления права на получение данного курса